Раззудись плечо, я сейчас коллекцию забацаю и пойду на Валберес продаваться. Пошла на базар и сэкономила. Я думаю, что мы в моде стосковались по сексуальности. А вас можно притушить сигаретной окоркой и ничего не станет с вашим платьем. Просто дальше начинается каторжный труд и 5% бешеная удача. Гениально формулирует. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Жалеть приходится в 90 случаев. Привет, друзья! Меня зовут Дьяконова Татьяна и я руководитель образовательных программ школы Fashion Factory. И мы начинаем серию интервью со значимыми персонами индустрии моды России. И сегодня первое интервью мы возьмем у основателя школы Людмила Нарсаян. Людмила, а как думаете, куда сейчас движется индустрия моды? Какие вы видите главные тренды? Как человек, который наблюдает индустрию уже долгие годы, как визионер, поделитесь направлением. Индустрия моды России, она сегодня становится с космической скоростью полноценной частью мировой индустрии моды. Если до этого были отдельные персоны, личности, выбравшиеся кометами на мировую сцену, и они прописали индустрию моды России на мировой авансцене, А расскажите вот для тех, кто, может быть, не знает, кто эти люди, которые прописали индустрию моды на мировой авансцене. Вы знаете, все началось с перестройкой. Когда открылись границы, и помимо всего прочего, что в России миру стало интересно, была и постсоветская мода. И в том же славном городе Парижа, Мекке всей на тот момент моде мира, приглашали российских дизайнеров. И более того, устраивали показы для Инги Филипповой, для Бирюкова, для Середина Васильева. И некоторые из этих дизайнеров показались в мировой моде настолько интересны, что их пригласили работать на Запад. И вы знаете, с тех пор и до сих пор на самом деле практически во всех брендах, модных брендах мира, и обязательно на производствах, и масс-маркета, и люкса постоянно встречаются русские дизайнеры, русские специалисты. Но были и звездные имена на мировой сцене на тот момент. Во-первых, это Зайцев, красный Диор. Да, прошли десятилетия, но тем не менее, это был тот человек, который восхитил первым мир моды мира. Как Россию узнали, да, благодаря Зайцеву? Ну, в первую очередь. Вы знаете, это тоже интересный отдельный вопрос. Про него шикарно бы рассказал, например, Меган Виртанин или Тим Ильясов. Это история про то, что у нас были целая звездная плеяда дизайнеров мирового уровня. От Тамары Макеевой и Александра Игмонда, дизайнер, шивший костюмы Брежневу, и до Вячеслава Зайцева, который первый в Советском Союзе моду принес в народ. Вот. Я 16-летней старшеклассницей валялась на диване, рассматривала молодежные отрывные календари, молодежные модели с подписью Вячеслава Зайцева, и мне в жизни бы не пришло, что пройдет время какое-то, да, и я буду с ним сотрудничать. Так вот, все началось с Вячеслава Зайцева, а дальше пришел Валентин Юдашкин. И его легендарная коллекция – коллекция Фаберже. Платье-скрипка, коллекция яйцоба Фаберже и так далее. Он стал первым дизайнером, который показывался в Кремле, и он стал первым дизайнером, который показался на неделе от кутюр в Париже. Более того, пара его платьев хранится в Лувре. И он стал первым дизайнером, который официально не просто вошел в расписание, но и держал несколько лет ателье на Елисейских полях и так далее. То есть выполнял все формальные условия. Это какие, о каких годах мы говорим? Перестройка. Перестройка. Это все, я сейчас боюсь наврать, но это конец 80-х, 90-е годы. И был второй, наверное. Несколько витков, да, заходы российских дизайнеров на мировую сцену. А дальше, да, началась история смены поколений и в мире моды. И на мировую авансцену прорвался Денис Семачев. Это был человек, который не только вывел русскую моду на мировую авансцену, но и тот человек, который первым доказал собственной отечественной моде, что и на базе национального наследия хохлома можно создать горячий модный продукт и бренд. Далее наступила эпоха русских царин во главе с Ульяной Сергеенко. Вы знаете, что западная пресса звала их всех, Мирослава Дума, Ульяна Сергеенко, Елена Перминова и так далее, царинами. Эти девушки, они, можно относиться по-разному, да, можно любить, можно не любить. Мы говорим о ценности для индустрии моды. И ценность в том, что они тоже доказали миру, что в России мода есть. И это тоже стало путеводной звездой для армии начинающих дизайнеров внутри страны. То есть их ценность для отечественной и мировой моды, она велика. Далее случилась история с Гошей Рубчинской, Лоттой Волковой. И здесь уже пошла история про то, что русская мода – это не просто клёво, интересно, но это ещё и бизнес. И в этом драгоценность истории с Гошей Рубчинским, с его брендом. Что это очень коммерческая история, да, и на этом можно зарабатывать. Да, причём во всём мире. И вы знаете, как раз, если я не ошибаюсь, а мне кажется, я не ошибаюсь, Гоша Рубчинский и Лота Волкова были первые русские персонажи в мире моды, которые вошли в знаменитый ежегодный список 500 самых влиятельных персон в индустрии моды мира – «Business of the fashion» Армана Эймана. Можем ли мы говорить про то, что они русские с полной уверенностью? Вы знаете, в 21 веке мы можем говорить о национальной принадлежности, государственной принадлежности с большей долей вероятности. Потому что мир так перемешался, что, ну, например, Мария Казакова. Безусловная сегодня мировая звезда молодой индустрии моды мира. Девочка, которая родилась в Крыму, выросла в Сибири, училась в Москве, в Петербурге, в Лондоне. А Брент её расцвёл в Нью-Йорке. И он расцвёл на том, что она перерабатывает коллекции «Пума» на базе русских национальных узоров, выполненных африканскими ремесленниками. Кто она? Мультикультурные коды. Абсолютно. Кто такой Демна Гавасаля? Общность, да, то есть вот это наследие Советского Союза, общая языковая база, наверное. Культурная среда, языковая среда. И нам хочется притянуть это и сказать, что все русские как бы, да? Ну, конечно, и это естественно, и это нормально. Более того, я, насколько понимаю, и эти дизайнеры, и низ какого боку, не забывают о своих корнях, о своём происхождении. Что мы все без корней? Здесь суть в чём? Российская, русская мода на мировой рынке интересна в первую очередь своей культурной, национальной... Наследием. Да, самобытностью и идентичности. Правда, как и многие другие, да? Как и другие, да, индустрии моды. Но всё равно складывается очень интересная ситуация. Сегодня, в 2021 году, российская индустрия моды идёт по каким генеральным направлениям? В первую очередь, это безумно интересное и заметное направление, выросшие за последние 2-3 года бренды, которые можно назвать космополитичные, чьи коллекции уместны в Токио, в Нью-Йорке и в Москве. Такие бренды, как 12 Stories, такие бренды, как San Freddy's Socks, да, носки. Такой бренд, как August Jewelry, да, с гениальным слоганом «Украшения для девушек, которые не носят украшения». Такие, как Ушатава и Монохром, Гейт-31. Целый пул брендов, которые либо уже выходят на равных на мировой рынок, либо готовятся к этому прыжку. Они выходят, здесь ключевое слово, именно на равных. Они размещают производство и в России, и в мире, склады и в России, и в мире, и доставка, ключевая и головная боль отечественных брендов при завоевании мира. А у них тоже и в России, и в мире. И поэтому у них безумно яркие перспективы. Потому что мир потихонечку устает от вездесущего, привычного, поднадоевшего масс-маркета. Обновляется лицо, да. Вот я, кстати, обратила внимание, как, если мы наблюдаем за торговыми центрами, да, какие арендаторы стоят в торговых центрах. То есть вот с момента, когда начался бум строительства торговых центров в России, там, года 2003-2004, и как поменялся набор арендаторов. И сейчас ты идешь по метрополису или авиапарку, и ты видишь, что один за одним открываются российские марки. И, условно говоря, там, сколько это, 15 лет назад, да, совершенно другая картина. И сейчас те бренды, которые были на тот момент, уже никто их не помнит. Как, условно говоря, Мекс, да, который там стерло с лица земли. И как сейчас появляются российские марки. И действительно, рынок все время обновляется. Старое отмирает, новое появляется. Хотя, казалось бы, ты когда смотришь на гигантов, ты думаешь, господи, ну, наверное, всегда останутся эти Zara, H&M, там, я не знаю, кто-то еще. Они-то остаются. Но вместо кого-то, да, приходят вот эти вот молодые марки, они открывают свои магазины. Рынок постоянно нуждается в свежих лицах. И поэтому у молодых марок всегда есть возможность, наверное, да, занять место в головах потребителей, если они говорят на актуальном с ними языке, да, делают то, что нужно сегодня. Вы совершенно правы. Более того, эта история прирастает еще за счет нового уровня возможностей 20-х годов, 21-го века. Я говорю, конечно, в первую очередь про Инстаграм. Развитие технологий и скорость доставки информации и материального продукта к порогу потребителя привела к тому, что сравнялись столицы и регионы. Во всем мире и в России тоже они стремительно сравниваются. И поднимается новая мощная волна локальных камерных Инстаграм-марок, которые живут не в Москве, не в Екатеринбурге, даже не в Петербурге, а живут в городах и весях нашей страны. Да, это только родившаяся волна. Они еще камерные, они еще в рамках Инстаграма живут и действуют, да. Но именно из них и вырастет будущее мощное поколение нового молодого лица российской индустрии моды. Да, они со временем переберутся в Москву. Это понятно, потому что Москва – это центр притяжения молодости, энергии, интеллекта, денег, власти всего на свете. Москва – это возможности. Но обратите внимание, уже складывается ситуация, что начиная с мощных наших брендов и заканчивая Инстаграм-брендами, они в Москве обзаводятся штаб-квартирами, но свои производственные и командные мощности рассредотачивают по стране. Потому что это более комфортно и более экономически целесообразно. Пандемия тут нам, конечно, помогла в этом. Не было бы счастья, не счастье помогло. Удаленные команды, да, расположенные в разных странах, еще более того. Мы даже с вами сможем судить об этом по статистике школы. Я не люблю статистику вообще, потому что она как закон, как дышла. Куда повернешь, так и вышла. Но, тем не менее, объективно мы это чувствуем даже на самих себе. Продажи модной одежды, они энергично идут и развиваются. И мы знаем по себе, что, в общем-то, мало брендов закрылось. Зато открылось огромное количество. Пандемия нам не помешала. Пандемия стала как прививка, после которой все снова пошло в рост. Знаете, как в саду прививают плодовые деревья. Да, я, кстати, обратила внимание, что очень многие марки, тоже достаточно молодые, после пандемии не то, что они не свернулись там, а открывают розничные магазины. Вот сейчас наблюдаю, очень активно идет рост. Как я уже сказала, и в торговых центрах вижу постоянные открытия, так и стрит-ритейл. Гейт-31. Гейт-31, то есть еще монохром открывает сейчас второй магазин на столешке. И первый они открыли в разгар пандемии. Это уже теперь не просто розничный магазин, да, где ты чисто физически приходишь за вещью, а это как бы действительно пространство, да, в котором все сейчас стараются сделать, как у монохром, да, там и чашечку кофе выпить и что-то купить, как у Август, да. И все идет в направлении того, что это такая локация, отражающая эстетику бренда, да, и место для тусовки, и место прикоснуться к этой эстетике, ну и, безусловно, точка продажи. Ну, конечно же, мы в первую очередь индустрия эмоций. Сегодня, когда вокруг нас материальное изобилие, в котором мы можем уже захлебнуться, в моде мы конкурируем вовсе не за вещи, не за цены, не за качество, даже не за дизайн. Мы конкурируем за то, чтобы обласкать, удивить, обрадовать нашего покупателя. А по поводу того, что пандемия открыла какие-то новые возможности, вот, пожалуйста, одиозный пример «12 сториз». Одна из путеводных звезд индустрии моды, которые не просто ввели в течение пандемии открытые хроники того, как они борются с объективными вот этими жесткими обстоятельствами, сохраняют команду, сохраняют коллекции, сохраняют взаимоотношения с покупателем, но так они же еще и перезапускают мужскую линию, у Шатава запускают детскую. Выходят на мировой рынок? Что уж там. Да, август открывают новые магазины, тоже выходят на мировую линию. А Сент-Фрайдис Сокса, мне кажется, уже не осталось ни одного музея, с которым бы они не создали совместную коллекцию. Если мы вернемся к трендам, можете как-то обозначить более четко, какие вы видите на ближайшие 5-10 лет перспективы, куда идет индустрия. Зачем следить, во что ввязываться для тех, кто еще планирует создавать свой фэшн-бизнес. Скажем так, куда разворачивать свой корабль постепенно. Потому что, как мы сейчас наблюдаем, экологичная мода, sustainable fashion сейчас такой как бы столб в эту сторону. Все начинают потихоньку двигаться, и это уже, скажем так, становится must-have. То есть, то, что раньше говорили, что ну вот вроде тренд и все такое, сейчас стало понятно, что уже если ты не начнешь внедрять, то послезавтра, возможно, покупатель откажется от приобретения твоих коллекций. Или цифровая мода. То есть, что еще есть в индустрии, на что смотреть, куда дует ветер? Да, как раз я подбираюсь к любимому. Смотрите, да, вы обозначили экологическое направление, цифровое направление. Но я хочу начать с направления ремесленное. Прекрасно. Дело в том, что во всем мире, а у нас это особенно отчетливо видно, в индустрии моды есть глобальный тренд. Возвращение к своей, если мы все время говорим о культурной идентичности, исторической идентичности, художественной идентичности, то теперь мы говорим о возвращении к мастерству, о ценности мастерства. Мы пришли к эпохе, когда в индустрии моды начинается конкуренция совершенно нового вида. Это конкуренция между этикеткой «сшито машиной» и этикеткой «сделано руками человека». И сегодня вот ключевая граница конкуренции начинает проходить по этой линии. И во всем мире возрождается ценность, умение что-то создавать своими руками. Последние десятилетия мы настолько были отчуждены от производственного, продуктивного существования, мы массово ушли в условный офис или в условную сферу услуг. Человек хочет немного заземляться и быть причастным к созданию чего-то физического. Да. Когда я в Италии у своих подруг живу, они мне, вот знаете, вот так вот поглаживая стол, этот стол смастерил мой дедушка, условно говоря. У нас в стране вот эта культура разорвана еще более драматично, чем во всем мире. Да. Кроме этого, если возвращаться сугубо к моде, была такая история. Позднесоветская идеология в моде заставляла насильственно дизайнеров, дома моды, ателье и так далее внедрять в моду национальные коды эстетические. Возвращаясь к русски национальный костюм, русские узоры и так далее. Это было прекрасно, но это было насильственно. И поэтому в постсоветском пространстве понадобилось, чтобы прошло несколько десятилетий и выросли, и смелились. И выросло юное поколение, для которого эти все коды... Это интересно теперь. Это жизненно интересно. И они к ним обращаются в моде. И поэтому сегодня возрождается, и, пожалуй, это как раз то направление, которое особенно драгоценно в русской моде и интересно, и важно в мировой моде. Рождается культура брендов, камерных марок, ремесленных, когда, опять же, вот это ремесленное мастерство, оно переосмысливается в модном современном ключе. Безусловно, без этого, мне кажется, абсолютно невозможно. Иначе это будут архивы, археологический музей. Самые яркие примеры – это, конечно, Женя Кин. И это очень интересно. Это только, наверное, в моде возможен такой акшемарон. Вещи, созданные под руководством Жени Ким, узбекскими мастерицами в ремесленных техниках узбекских, национальных, носят цифровой инфлюенсор Лил Микела. Это очень забавно. Очень современно. Хорошо, если мы говорим, что цифровая мода – это тренд, или мейственное мастерство – это тренд, как они могут взаимодействовать, и как одновременно настолько полярные, казалось бы, тренды могут существовать? Как они будут взаимодействовать с собой? Это взаимодополняющий вектор. Вы совершенно правы. Здесь ситуация такая. Мы массово уходим в цифровой мир, создаем цифровую копию себя и окружающего у нас частного общественного пространства. Вспомните, в пандемию в Майнкрафте, в Фортнайте и на других игровых платформах мы начали проводить выставки, концерты, учиться, слушать лекции и так далее. Мы уходим в цифровую реальность. В этой цифровой реальности мы, наши аватары, маскоты и цифровые копии, и герои цифровых игр должны как-то выглядеть. Соответственно, формируется мощно цифровая мода, которая развивается параллельно с развитием цифрового мира вообще. развитие технологий и развитие нужды в цифровой моде. 8 миллиардов человек на планете и минимум половина из них играет в киберигры, обзаводится аватарами, работает или обучается в цифровом мире. Всем надо выглядеть. Цифровая мода – это не то чтобы тренд моды, это тренд цивилизационный, совершенно верно. Но мы же все-таки, мы с вами располовинились. Одна наша половина живет в цифровом мире, но вторая половина – она вот здесь, в физическом. И в физическом мире мы должны тоже выглядеть, одеваться. Одежда должна выполнять свои классические функции и новые функции, функции 21 века. И мы эту одежду носим. Но нашу человеческую душу, слава богу, никто еще не отключал. А человечность, душа в нас требует уникального, эмоционального, созданного руками. Да. То, что мы нынче называем ламповым. И я бы сказала так. Тренд на мастерство, ремесло в моде – это тоже не столько тренд в моде, сколько тренд нашей цивилизации. Цивилизации или локальный какой-то тренд? То есть как его рассматриваете? Общий мировой. Общий мировой, глобальный. Смотрите, Гуччи и Шанель. Например, во Флоренции огромный центр сбережения ручных ремесел, организованный Гуччи, где сидят мастера и создают ручной работой вещи. Шанель, которая уже много лет последовательно скупает ремесленные мастерские и производства ручные по всему миру и дает им работу, как вышивальная мастерская Лизаж или вязальная в Шотландии знаменитая в Ховике фабрика. Забыла уже назвать. Я просто работала на этой фабрике. Там делают первую коллекцию, люксовые коллекции Шанель. Клайв Барри. Значит, Барри Нитве. И другие бренды тоже собирают, тщательно собирают, возрождают ремесленников. Более того, я скажу так. В наших городах, крупных городах, сегодня организовываются культурные центры, каворкинги и так далее. И они тоже вокруг себя начинают сосредотачивать локальные мастерские. Ко мне периодически обращаются региональные создатели вот таких региональных институций, региональных музейных институций и так далее. И я вижу, что это повсеместный тренд. Всё потихоньку. Оно просто пока не так заметно, потому что есть большая проблема коммуникации, научиться выстраивать коммуникацию, научиться презентовать себя, обществу, как явление современное, горячее, модное, крайне необходимое. И дайте только срок, годик-два, максимум три. И для нас это будет норма. Если мы будем говорить про экологичную моду, то на что здесь стоит обратить внимание? Стоит ли уже сейчас молодым брендам, может быть, перестраивать процессы, начать? То есть насколько это действительно станет... Ну, я говорю, что это must-have, то есть уже нужно туда перестраивать. Что вы думаете по этому поводу? Вы знаете, очень интересно. Экологическая ответственность в моде сегодня находится на уровне спекуляций. А для меня это ещё история про разворот к профессионализму в моде. Что такое экологичная мода? Это когда бренд голову даёт на отсечение, что материалы произведены так, как надо. Что производственные процессы должного качественного уровня. Что продукции выпущено столько, сколько надо, а не столько, сколько будет потом пропадать на складе и отправляться на вторичную переработку. И что доставка будет быстрая и неболезненная для сокращения выбросов. Совершенно верно. Но это история про профессионализм. Чтобы головой ручаться за ткани, из которых ты шьёшь коллекцию, неважно, ты супер-бренд на всю планету гремишь, или ты камерный локальный бренд, который шьёт 3,5 платья в месяц. Ты должен не лениться, изучить материаловедение и сам не просто по складам шнырять в поисках того, что подешевле, но сам изучать, производить своего рода следственную работу по происхождению этой ткани. Мало кричать, что мы шьём из органического хлопка. Хлопок любой органический. Он выращен в любом случае. Но вопрос, как он выращен? Он выращен с дикого масштаба употребления химикатов, и поэтому он дешёвый. Или он выращен практически без химикатов, только самыми необходимыми, высокого качества, и поэтому он классный, но он дорогой. Ты сидишь и чешешь затылки. Покупать его или экономика не сойдётся. Это профессионализм материаловедения. Далее профессионализм в производственных процессах. Нужно самому уездить на производство. Не перекладывать это всё на посредников, на продакт-менеджеров и прочих. Да, время, деньги, я всё понимаю. Да, миллион других разных дел. Но периодически приезжать, вставать к станку, вставать в позицию ученика, набирать знания и понимать. Тот, кто знает производство, тот знает, как на самом деле в щадящем режиме произвести продукцию. На каких производственных процессах можно сэкономить и как это всё обойти для того, чтобы как минимум уменьшить затраты электроэнергии, воды и химикатов на производство твоей коллекции. Ну а дальше про количество, про объёмы произведённой коллекции. Отлаживаешь коммуникацию с ритейлом, с собственным комьюнити, покупателем и так далее. Учишься работать быстро, зная всё. Отлаживаешь цепочки поставки материалов, производственных процессов и так далее. Всё отлаживаешь. То есть учишься первоклассному менеджменту, предпринимательству. И, соответственно, тебе не надо производить огромные коллекции на склад, а ты быстро, энергично подгружаешь камерные объёмы продукции, которые у тебя расхватывают, как горячие пирожки. На каждом шаге нужно учиться, работать, не лениться. Но если мы говорим, ну вот стоит ли сейчас уже молодым брендам начинать это внедрять и делать это честно, то есть действительно погружаться во все эти процессы, или, ну скажем так, можно будет ещё лет 10, ну как бы просто называться, да, использовать вот эти вот красивые слова, типа у нас там органический хлопок. То есть стоит ли действительно вкладываться в это по-честному, или вот 10 лет ещё можно будет отмазываться? Не 10 лет. Или сколько лет ещё? Пару-тройка лет. Судя по той скорости, в которую нашу жизнь входит НФТ-технологии, блокчейн-технологии, а НФТ – это часть блокчейна, пара-тройка лет, и происхождение любой ниточки, любой тряпочки будет абсолютно прозрачно. И, соответственно, если ты не можешь заранее отчитаться, что у тебя ниточки экологически ответственно произведены, то уже всё, ты пропал. Да, существовать будет всегда оба направления. И честность с первых шагов. Честность, кстати, стоит достаточно дорого. Это как? Это выбор. Это твой жизненный выбор. Но тот, кто инвестирует сейчас в более трудное начало, тот инвестирует в более надёжное будущее. Согласна. Тот же, кто считает, что дураки на его веку не переведутся, ну, сам останется в дураках. То есть длительная перспектива, скажем так, да, она будет посложнее. Вы знаете, это, кстати, история про возвращение в нашу жизнь и в модный бизнес стратегического планирования, видения перспектив. До сих пор мы мыслили категориями сезон, годик. Ну, три годика где оно там, что оно будет через три годика. А сейчас мы уже понимаем, что бы ни происходило в мире, через три года будет жизнь. То есть, ну, вот если, да, если мы говорим про эти тренды, которые мы назвали, да, экологичная мода, цифровая мода, да, там, допустим, ремесленное мастерство, то есть это такие длинные тренды, да, которые мы точно знаем, что все, теперь уже без этого никак. А если говорить про какие-то короткие тренды или, может быть, про локальные тренды, то есть что характерно для российского рынка, может быть, сегодня? Ой, бум визуальных марок. Бум визуальных марок? Да. Почему-то это наблюдается именно сейчас? Да. Почему так сложилось? Вы знаете, ну, во-первых, потому что мне это хочется. Потому что мы обучили всех, да? Вы знаете, я тихо думаю, что на самом деле вязание – это то ремесло, чья культура практически не прерывалась после Советского Союза. Все-таки вязали потихоньку, и было кому научить этому мастерству. В каждой семье была бабушка или тетушка, которая тебя в детстве научила что-то там крючком ковырять, и ты в определенном возрасте, на определенном витке своей жизни вспоминаешь это умение и запускаешь. Но мы же говорим про машину, ну, все-таки машинное вязание, не ручное или про ручное. Обратите внимание в Инстаграме, сколько именно ручных или наручных машин, что практически одно и то же. Вязание промышленное – это другая история. Это история про то, что трикотажная отрасль оказалась едва ли не единственной, во всяком случае, первой отраслью, которая моментально оправилась в пандемию. Пара месяцев на растерянность, и вязальные фабрики заработали так, что в период пандемии фабрикам некогда было уходить в отпуска. И они продолжают и сейчас работать бесперебойно. Так, а если мы говорим про ручное вязание, это все-таки связано с тем же трендом на ремесленное мастерство? Или это другая история? Ты можешь, ты заперт дома, и ты можешь взять крючок, спицы, клубочек, это найдется в загашнике, и сидеть вязать. Это то ремесло, которое оказалось под рукой в критические времена. Хорошо, это что оказалось под рукой, но продается ли это? Взлетают ли какие-то проекты? Вы знаете, да, взлетают. Как всегда. Уже легендарная история Игоря Андреева и бренда «Верия». Согласна. Благодаря вам я, наконец, научилась правильно произносить. И история, и личность Игоря Андреева тоже абсолютно характерна для индустрии моды России, да и мира тоже в наше время, в нашу эпоху. Человек из культуры глянца, из культуры моды, но владеющий вот этим детским умением что-то своими руками сделать, как и мы, запертый в критические минуты мира и, очевидно, прошедший через какие-то личные критические минуты в четырех стенах, который вспоминает это свое умение, но обратите внимание, он не встал с постным таким серьезным лицом и не заявил, ну, не заявил в переносном смысле, что вот сейчас он создаст бренд. Что он делает? Он включил своего ребенка, он раскрыл мир объятия, миру объятия, если говорить красивым языком, через вязание он признался в любви, окружающей жизни и миру. Какая прекрасная метафора. Ну, на самом деле, его инстаграм, его фейсбук, вот это его на камеру шалость, да, он нам напомнил, кстати говоря, что мода – это не только бизнес, производство и прочие умные и серьезные вещи. Он нам напомнил, что мода – это эмоция, это радость, это обновление. Ну, в общем, он вернул душу и непосредственность в моду. И глядя на него, на его успех, другие, знаете, вот эта вот любимая фраза «А что, так можно было?» и ощущение, что он разбудил просто вот какие-то дремявшие силы, и все это сейчас на наших глазах разворачивается. Он заставил поверить в себя очень многих. Согласна, это хорошая история, да. Когда мы видим, чей-то успех, да, нам проще действительно начать делать, да. Если мы до этого боялись и думали, что там, не знаю, да, ну куда я вот с такими какими-то своими странными ручными работами, то теперь, да, двери открыты, и успех одного цепляет за собой, да, успех многих. Да. Аня Дружинина. Ну, это чисто постсоветская история. Рыться по шкафам соседок, бабушек, тетушек, скупать у них запасы советских вот этих тканей. Если помните, в каждой семье в шкафу была полка со стопками тканей, приданная, вот внучка вырастет, нашьет себе платье. У меня было не то, что полка, мне кажется, у нас три шкафа. Да. Три шкафа с постельным бельем и так далее. Вот. И создает из них штучные вещи. Здесь тебе и ремесло. И устойчивая мода. И возвращение к истокам. Или наша выпускница Даша Алёхина. Инстаграм Марка. Ну, посмотрите. Девочка, которая только закончила Оренбургский университет. У которой в руках любовь и владение традиционным русским, оренбургским, уральским ремеслом Оренбургская паутинка. Девочка, которая посвятила себя возрождению культуры Оренбургской паутинки как основы для модной коллекции. Прекрасно. И вот что делает таким людям? Как им вписаться в индустрию? Особенно, когда нет материальных возможностей за спиной. Что делает Даша? Даша постоянно крутится на Оренбургской паутиночной фабрике. Она работает, практика, учится и прочее. Делает для них какие-то задания. Но она собирает на фабрике все не пошедшие в итоге в работу, обрывки, куски, плотна. И она шьет из них штучные, неповторяемые, единичные свитера. Сама своими руками. Те свитера, которые выглядят в модной нынче технике пэтчворка. Да? Лоскуты. По приютам я с детства скитался стиль. Но эти свитера так классно, задорно, живо выглядят. Они эмоциональны. Даже через фотографию Инстаграма видно, насколько это эмоциональный продукт. И они стоят доступно. И вот вам, опять же, и культура, и ремесло, и софтейн, и мода, и современность. И юность. И в этом месте мы как раз подошли к вопросу, который я хотела задать. Про возможности для молодых марок сейчас, включая вот этих всех трендов, каких-то локальных трендов, на чем сейчас можно выстрелить? То есть всегда есть какая-то, знаете, волна, вот по моим наблюдениям. Всегда есть волна, на которой можно как бы въехать в индустрию. Как были такие волны, например, на оверсайз, или на какие-то девочковые платья, или на что-то, на что-то. То есть много есть примеров брендов, которые очень хорошо зашли на волне и потом просто на ней удержались. Это же тоже искусство удержаться на этой волне и в этом рынке. Но вот какие вы сейчас видите, да, возможности для молодых марок, какие есть волны, или какие есть ниши, или какие есть, не знаю, возможности, да, чтобы сейчас выстрелить? Не видите меня в голове ответ. Я думаю, что мы в моде стасковались по сексуальности. Конечно, сейчас идет про это разговор, что будет разворот. Про это говорили еще с самой пандемией, да, что после вот этой всей мешковатой одежды удобной, комфортной, будет разворот на сексуальность, женственность, каблуки, декольте, яркие цвета. Да, но при чем это будет сексуальность нового поколения? Безусловно, а как же? Это сексуальность, которая направлена не на ловлю самца, а на то, чтобы доставить кайф, сообщить городу и миру. Я существую, я классная, но, я бы сказала так, интеллект и новая сексуальность. То есть история про то, что сексуальность для меня это просто развлечение, это демонстрация моей жажды жизни. Вот. Прекрасная формулировка. Но за этой жаждой жизни стоит глубокий интеллект. Это в целом, наверное, да, тренд, скажем, это про будущее поколение, да, это про новое поколение, что действительно, да, интеллект в сочетании с сексуальностью, действительно, вот это важный комментарий, вы сказали, да, направленный не на ловлю самца. Мне нравится эта фраза. Да, и не на конкуренцию среди женщин. Второй, он долгосрочный для меня тренд, его очевидность я вижу давно, и он вырастает из мерча, это униформа нового поколения. Что это? Это тренд для тех, кто смотрит на моду серьёзно, как на серьёзный большой бизнес. Потому что специфика разработки и производства избыта униформы предполагает большие объёмы, быстрые большие обороты. Мы превратились в восьмимиллиардную массу на планете. И нам крайне необходимо маркировать своё положение в этом мире. Вот смотрите, у курьеров своя униформа, у медиков своя униформа и так далее. Человека мы начинаем маркировать по его профессиональной принадлежности. Профессиональная униформа существовала всегда. Она существовала в узких рамках профессии. Если ты медик, то ты носишь на работе зелёный комбинезон, а в обычной жизни джинсы, футболка или мини-платье. А сейчас, мне кажется, проклёвывается та униформа, которая должна быть модной, эффектной, престижной и обозначать твою причастность к крутизне мира медиков, например. То есть всё то же самое, только более универсальное, которое ты можешь носить и в обычной жизни? Как это возможно? Не знаю пока. Вот иногда я не в состоянии объяснить, оформить то, что только наклёвывается. Это далёкий тренд. Но я вижу, понимаете, ко мне же всё время обращаются, просят поговорить с ними, проговорить их мысли, какие-то риски их бизнесов и так далее. То есть это пока какие-то разрозненные факты, которые интуитивно говорят вам, что в этом направлении будет какое-то развитие, и это выкристаллизуется в какой-то во что-то. Да. Да. Я просто вижу, я ловлю эти колебания, люди приходят, люди мне доверяют. И один раз это чудачество, два раза это случайность, три раза заставляет почесать затылки. А что, собственно, происходит? А когда это больше? Запрос какой-то что? Видите много трендов на разработку униформы какой-то? Я вижу тренд на маркирование. Человеку надо... На какую-то социальную группу или профессию или что-то хочется как-то обозначить. Но я просто тоже фантазирую, что это могут быть там что-то студенты. Опять же, только какие-то медики, рестораны, что-то. Да. Просто другие социальные группы как-то не приходят в голову. Да вот оно, пожалуйста, сейчас проходит этот сигнал. Ну и в Никола-ленивце. Где волонтеры одеты в вязаные маски Игоря Андреева. Это поняла, да. Тогда это что-то, да, на стыке там мерч. То есть это связанное больше... Да, возможно, тогда это не по профессиональному, а по социальному. Да, какие-то социальные группы, объединенные какой-то общей идеей, которые хотят быть как-то выделены... Выделять свое единство, да, по какому-то признаку. Гениально формулированно. Ну, в теологии рождается истина. На самом деле, да. Подумать друг о друге. Ну вот я это чувствую. Вы правильно совершенно сказали. Не по профессиональному, а по социальному. Это более понятная история, да. Потому что действительно... То есть, ну, как бы в принципе, наверное, всегда были и будут формироваться эти комьюнити какие-то, да. Опять же, вот если мы говорим про игры, да, цифровые, то, что вы говорите, то есть там тоже как-то наверняка, да, есть какая-то история, хотя я в это совсем не погружена. Один из самых сумасшедших, неожиданных, интересных векторов развития – это мужская мода в цифровой моде и в реальной моде. Два разных вектора, да. То есть, что можно делать ставку на развитие мужской моды в цифре и в реальной жизни. В реальной жизни. Расскажите, почему, откуда сейчас мужская мода. Хотя я понимаю, откуда сейчас она будет происходить. С мужской модой в реальном мире все понятно. Выросло новое поколение потребителей. Да. И пример 12 сторис, которые активно идут в мужскую моду, он как раз об этом и говорит. Адресный посыл, адресная аудитория. Что же касается цифровой моды мужской, здесь интересная история, которую я сама обнаружила совершенно вот недавно и начала в этом копаться. В основном пока что киберспортом, играми занимаются мальчишки. Да, да, кстати, да. И оказалось, это целая индустрия. Одеть игроков реальных и одеть героев игр. И более того, оказалось, целая индустрия, как раз вот очень много денег тратится на покупку цифрового гардероба для цифровых героев, аватаров и так далее в киберспорте. Это безумно интересно, это так вдохновляюще. Это новая мальчиковая дорогая игрушка. После виски и сигар, после внедорожников, спорткаров, мальчики, после вот этих вот ударов, мальчики начали играть в новую престижную игрушку. Наряди цифрового героя. Прикольно. Это безумно интересно, это целое направление. Здесь вообще очень интересно. Цифровая мода, она же идет, помимо всего прочего, о чем мы можем еще три часа говорить, она идет по двум четко выраженным направлениям. Цифровая одежда, которую мы могли бы носить и в реальном мире, да, она выглядит, иногда ты даже смотришь и уже не понимаешь, это цифровое платье или это реальная фотография реального платья. А второе – это цифровая одежда, которая демонстрирует, что она из цифрового мира, она нарушает все законы физики и так далее. И ты четко понимаешь, это цифровая одежда. А если в основном все бегут в одежду, которая копирует человеческую, по инерции, есть ряд дизайнеров, которые идут как раз вот в эту аукционную моду. Их собирает платформа «Артизан» Регина Турбиной. Направления, которые пока робко развиваются, это обувь цифровая. Она представлена в основном кроссовками Ильясом Дорогчеевым. И вот как раз мужская мода. И поэтому здесь получается интересная история. Цифровая мода, которая является территорией чистых абсолютных возможностей. В ней нет еще конкуренции, она только новорожденный младенец, но все сбились в одну кучку. А на самом деле… Там начнется дальше дифференциация, начнутся ниши и отстройка. Как только пойдут в моду дизайнеры мужской одежды, это все взлетит. А если мы будем говорить про физическую мужскую моду, то вы думаете, что она разовьется на волне того, что выросло новое поколение, мужчине, которым интересно ухаживать за собой, одеваться. То есть она будет развиваться именно на этом тренде. Вы знаете, это интересно, что происходит с мужской модой последние десятилетия. Она гораздо интереснее и эффектнее женской моды. Новые коллекции ты каждый раз боишь от зависти. У девочек опять все предсказуемо, а у мальчиков находится нечто такое, что ты пошел бы и купил. Я так понимаю, что мужская коллекция продается во многом еще и на женскую аудиторию. Абсолютно верно. Более того, у некоторых брендов даже размеры в мужских коллекциях, они предусматривают девочек-покупательниц. Прекрасно. Да, ну я могу сказать, что в городе Парижа я в Баленсиаге, мужском, насмешила продавцов. Приоделась. Я приоделась, и я насмешила продавцов. Они тогда еще не очень, да? Нет, ну конечно, понятно, что мужскую моду покупают молоденькие девочки. А тут пришла такая седая тетенька. Открыла пальчиком и сказала, дайте примерить. И кроссовки. Я покупаю иногда мужские кроссовки, если найду размер. Потому что мужские кроссовки... Да, 39 и самая. А они моднее, круче, интереснее, чем девочковые кроссовки. И у девочковой кроссовки есть у всех девочек. Не будет ли такого, что мужская мода будет развиваться только в стритвире или только в спортивном каком-то направлении? То есть есть там дельты для развития, да? Какой-то casual, я не знаю. Вы знаете, вы задали очень интересный вопрос, что произойдет с мужским официальным костюмом. Тоже вариант, да. Да, потому что с ним уже более столетия... Ничего не происходит. Да, ничего не происходит в основном, да. Ну, двухбортный, ну, полуспортивный, ну, с плечики, без плечиков, армания, бухугобос и так далее. Это очень интересно, что произойдет с мужским представительским официальным костюмом. Потому что, с одной стороны, офисные мальчики носят эти костюмы, с другой стороны, и сами мальчики, и окружающий мир понимают, что это выглядит архаично уже. Но что предложить новое? Мир офисный, мир официальный, крайне консервативен. Уже потому, что чиновник пришел на встречу без галстука, делают далеко идущие политические и экономические выводы. И поэтому сейчас, мне кажется, это немножко заболоченное пространство, в котором бурлят какие-то подспудные движения, но они никому не видны. Станет ли мужской офисный костюм похож на спортивный костюм? Или как минимум смиксуется с кроссовками, да? Да, и так далее. История еще не понятна, что происходит. Вот эта история для меня тоже еще пока загадочная. Но то, что мужская мода станет более покупаемой и разнообразной, этот тренд будем наблюдать. Будем наблюдать. Я бы так сказала, наверное, что мужской образ станет более сложным, состоящим из множества деталей, ну, как и женский, да? Как он раньше был исторический мужской костюм, ну, состоящий из множества всяких деталечек. Шельфировская эпоха или восемнадцатый. Да, и что-то, что-то, что-то. То есть какая-то многослойность, да, разные предметы. То есть это же все коммерческий, достаточно выгодная история. Да. Просто почему я так зависла немного озадаченная, я сейчас поймала себя на том, что ко мне по мужской официальной одежде еще никто не обращался. Вы правильно сказали? Потому что действительно сфера очень консервативная, она не меняется и, ну, стабильно, видимо, существует. Так сказать, ну, нету, видимо, запроса, да, на то, чтобы она поменялась. То есть не то, что запрос. Есть запрос. От людей есть запрос, а от института, скажем так, его нету. Вы знаете, а это нам обещает взрыв. Если запрос есть, то институт не реагирует. Да, революционное явление. И я думаю, что это будет история какого-то гения-одиночки, который взорвет рынок своей коллекцией, а послезавтра окажется, что мы уже не понимали, а как можно было иначе. В общем, есть перспектива. Если вы чувствуете в себе задатки гения, революционера, психа, то, да, возможно, это шанс. Но это трудная дорога. Вспомните дорогу Александра Маккуина, например. Да, мужская мода действительно, я так подумала. Думаю, блин, действительно, сколько лет? То есть одно и то же женщины уже из кринолинов вылезли. Уже и то, и все, и пятое, и десятое. Мужской уже носит дребенги. Мужчина как ходил в этом костюме на работу, так и ходит. Да, а это настолько несовременно. Ни по дизайну, ни по комфорту. Я бы осмелилась сказать и по качеству. Более унылого явления, чем серый мужской или женский офисный костюм, я на рынке одежды не встречала. С другой стороны, мне кажется, что до сих пор еще мужчина в хорошем синим костюме белой рубашки способен на женщину произвести несгладимое впечатление. Но вообще мужская мода, и в нашей стране особенно, с точки зрения рынка, конечно, прошла гигантскую революцию. Всего лишь 10-15 лет назад, чтобы сказать, что отечественные мужчины будут ходить в шортах, в майках по улицам. Никто бы не брался. Что они будут ходить в трикотажных спортивных костюмах из полотна трикотажного. Тоже никто бы не брался. И так далее. То есть, вы знаете, вы сказали очень правильно. Рынок готов к изменениям. Рынок мужской моды. Тем более, что мальчики нового поколения, они свободны. Сложно их представить, что они втиснутся в костюмы и пойдут. Втиснутся в костюмы только те, кто посвятил свою жизнь какой-то карьере офисного уровня. Чиновники, бизнесмены и так далее. И то они втиснутся просто потому, что нет другой легальной альтернативы. Так что с мужской модой нас ждут приключения. Прекрасно. Пожалуй, одно из самых недооцененных и недоразвитых направлений в моде – это wearable technologies. И это то, на каком направлении будет прорыв в ближайшие годы. Носимые технологии, они делятся на несколько отраслей. В первую очередь, это, конечно же, умные материалы, умные ткани. И вы знаете, что меня удивляет? Из-за низкого уровня профессиональных знаний, материаловедения и так далее, наши дизайнеры упускают выгодное направление. Я хотела сказать, в тканях на уровне технологий происходят прорывы. И я такая думаю, а где они? Почему я их не вижу? Когда я прихожу за какой-то своей повседневной одеждой. И да, и почему их нет у дизайнеров? Кто про них слышит? То есть, может быть, мы про них узнаем только, где они? В космической индустрии? В аутдоре? Где эти технологии? Ну, во-первых, они уже есть в стритвире. Давайте для обывателя, приведите пример. Для среднестатистического человека, где ему увидеть эти технологии, где их найти, где пощупать. В готовой одежде у какого бренда они есть? Когда мы с вами приходим в Adidas, в Reebok, и что там у нас еще? Nike. И мы покупаем спортивные костюмы, ветровки и прочее. Это уже материалы? Материалы, да, понятно. Спортивный масс-маркет. Да. То, что мы носим в ежедневной жизни. Все остальное – это случайные включения и развлечения. Из серии «Ой, Вань, гляди, какие клоуны». Хотя на самом деле эти материалы доступны, они недороги. Они недороги по той простой причине, что их производят массово. В той же Южной Корее, в Тайване, в Китае. Их производят и в России на самом деле. Но у нас нарушена коммуникация между производствами материалов, готовой продукцией и дизайнерским сегментом. Мы друг друга не знаем, не любим, побаиваемся и не лезем друг к другу. Мы не понимаем, что делать друг с другом. Что такое умные материалы? Это целая группа интерактивных материалов, которые на вид и на ощупь такие же, как наши привычные ткани, из которых мы шьем коллекцию. Но у них есть свойство оберегать человеческое тело, человеческую жизнь. Это материалы, которые, например, дышат, выводят пот и моментально высыхают. Ну, это уже этим технологиям уже 20 лет. Да, но почему-то их в моде нету. Они есть в спортивном масс-маркете, но нету в обычной моде. Мой вопрос туда же как раз, да. Почему-то в моде не используются материалы, а ведь это эффектно, которые меняют цвет. Материалы, которые меняют цвет, две группы. Есть ткани, которые меняют цвет, если вы, например, заболели, у вас температура или вы раненая. В первую очередь понятно, для каких сфер эти ткани были разработаны. Но пандемия показала, что очень важно поймать вовремя момент болезни. И эти ткани помогают тебе уберечь свою жизнь. Вовремя тебя предупреждают, что с тобой что-то не в порядке. Это модно как-то обыграть в модных коллекциях, и мы получаем социально ответственную моду. То есть это скорее ткани есть, но очень сложно дизайнеру, когда создают на коллекцию, придумать, куда это... Очень сложно дизайнеру добраться до информации, что есть такие ткани. А выставки для чего? Эта вся история существует для того, чтобы ты сначала учился материаловидению, а тебе лень. Ты приходишь на склад, видишь красивые тканюшки и покупаешь их, не размышляя. Это массовый подход. Ведь, к сожалению, массовый подход состоит в том, что мы, более-менее узнав про ткани, выбираем их скорее по соотношению понравилось-не понравилось, доступно-недоступно. Ну, конечно. Все. Упирается в это. И, соответственно, ни о каком развитии модного процесса в твоем бренде и в твоей индустрии в целом не может быть и речи, потому что пока все это упирается вот в это вот сегодняшнее. Пошла на базар и сэкономила. Ну, и потребитель не знает про эти технологии. Он тоже не знает, да, что можно? А откуда его узнать? Это история моды, пропаганды, просвещения, создания привлекательного образа. Есть другая группа тканей, тоже интерактивных, тоже эффектно меняют цвет. Это могут быть футболки, это могут быть куртки, это могут быть джинсы. Эти ткани меняют цвет, если вокруг тебя опасная среда. Излучение, прорыв газов или что-нибудь такое. Эта ткань, эта одежда тебя предупреждает спасать свою жизнь. После пандемии не надо даже пропагандировать необходимость таких материалов. Ну, ткани, которые более-менее вошли в моду, это светоотражающие. Элементы светоотражающие, никому не надо объяснять, зачем это все надо. Ткани, которые с тефлоновым покрытием. Во всем мире светоотражайки и материалы с тефлоновым покрытием являются обязательными, например, в детской моде. Да и в взрослой моде тоже. И в текстиле для общественных пространств, скатерти, шторы, ковры и прочая обработка тефлоном важна. Что такое обработка с тефлоном? Вы в жизни не догадаетесь, что ваше платье обработано тефлоном. Если я вам этого не скажу, вы скажете, ну и что? С него стекает вода. С него стекает вода. А вас можно притушить сигаретной окурокой, и ничего не станет с вашим платьем. Если вы облили, условно говоря, себя кетчупом, можно полить тут же из кувшинчика, и вы опять чистая и сухая. Мне иногда нужно вот сюда. Нам всем сюда нужно, и не только иногда. Более того, вы пройдете под дождем в этой одежде, под снегом и так далее. Вот то, чем я занималась брейдером Сайяна. Да, в вашей коллекции с этим покрытием. Ну и то, что я говорю, в Аудоре, скорее всего, это применяется. В Аудоре. Шикарные, блестящие применения, которые можно увидеть. Много ли дизайнеров знают об одной из самых ключевых выставок в мире Аудора, где как раз такие ткани можно увидеть, пощупать, спросить, заказать, если пороху хватает. Спорт Кэжуал. Который происходит в Москве. Который проходит каждые полгода в Москве. Весь мировой рынок Аудора приходит на эту выставку. Наших дизайнеров я там не встречала. Ни разу. Ну, значит, обязательно посещение. Хотя я про эту выставку рассказываю. Да? Это что касается материалов. Еще очень много материалов таких же полезного свойства. Это еще мои три часа. То есть если мы говорим про тренд на wearable technologies, да, то развитие здесь будет и технологий, да, и применение в повседневной одежде, да? То есть... Да, обязательно. Более того, эта история не только про материалы, про технологии. И существуют технологии бесшовной сборки вещей. Дольче Габбана почему-то знают про эту технологию и выпускают клевые джинсы. Драные, рваные, которые ты сразу видишь, что они не сшиты, они ультразвуком склеены. Это безумно эффектно. Это выглядит модно, необычно. Неподготовленному покупателю сразу видят обычная цена. 200. Прекрасно. Матаннаус, значит. Обычная доступная цена. Доступно ли это в России? Да. У нас есть блестящий специалист Сергей Федоров, который развивает целое это направление. Есть лаборатория в Москве, куда можно приехать, помучить всех, надоесть всем, но при этом добиться такого вот модного и доступного продукта. Пожалуйста, вперед и с песнями. У нас есть направление, которое дает огромные возможности от самых камерных брендов до вологодского постельного белья. Это цифровая причать на тканях. Да, мы все о ней наслышаны. Да, мы покупаем ткани с принтованными. Но мы не умеем пользоваться возможностями московских производств. А ведь можно приезжать на московские производства, на то же Сольстудия Текстайл, и хоть каждый день принтовать по 10 метров. 10 метров – это три платья. Три платья – это уже доступно любому начинающему дизайнеру. Это технология, которая тебе позволяет еженедельно выпускать новую капсулу. Ну, конечно же. Это супер-возможность для развития малого бизнеса, когда у тебя нет мешка денег в загашнике. Это тоже относится к wearable technologies? Конечно же. Просто мы привыкли, мы от wearable technologies ждем... Чудо. Чудо. Мы ждем, как у Луи Виттон, сумки с зарядками или сумки с оптоволокном, светящиеся с жидким дисплеем и так далее. Мы ждем фокусов. Но на самом деле суперсовременные носимые технологии – это в первую очередь знание возможностей в материалах, в технологиях производства и так далее. И это в первую очередь возможности для бизнеса начинать с малого и расти пошагово. Во вторую очередь это возможности делать новые необычные коллекции и выстраивать маркетинговую политику именно на этой необычности. Или же делать массовую, доступную, неэффектную, но технологичную моду, делая маркетинговый упор на том, что эта одежда вам доступна, привычна, но она оберегает вашу жизнь. Или делать развитие на фокусах. Да, почему нет оптоволокно, с которым я с удовольствием тоже работала, светоотражающее и так далее. Сегодня wearable technologies дают огромные возможности и в дизайне, и в производственных процессах, и в экономике, и в стратегическом росте бизнеса. Надо не лениться, надо изучать всю эту тему. Это безумно интересно. И еще здесь история такая. Здесь партизанским наскоком не решишь никакие проблемы. Да, можно выколотить у меня адрес того производства, которое производят меняющие цвет или светоотражающие ткани, или светодиодные ткани. Что они прячутся от мира? Ну, конечно же. Ну, конечно же, они прячутся. Первое. Они серьезные дяденьки, как обычно, которые настроены на бизнес-процессы. А тут приходят такие существа. Да. И говорят, а мне три метра. Да? И я еще 20 раз передумаю, розовое или зеленое. Но это вопрос выстраивания отношений. Я очень много работала и с удовольствием продолжаю дружить с создателями этих технологий. Я выстраивала с ними отношения. Я выстраивала эту историю. Я с самого начала объясняла, что то, что сегодня с модой происходит, на первых шагах для них не бизнес-процессы, а воспитание будущего серьезного партнера. Это трудный взаимный процесс. И не всегда успешно, как говорится. Это не всегда успешно, конечно же. Но это уже вопрос, опять же, драйва развития отношений, принесения взаимной пользы. И удачи, конечно. Про взаимную пользу тоже очень важно. Потому что эти серьезные производства, они немножко закукливаются. И они понимают необходимость экспериментов и развития. Но у них нет ресурсов на это. Ни человеческих, ни производственных. Они заняты серьезным делом. А ты как раз можешь стать их, так сказать, фрилансер-лабораторией развития новых возможностей. Лично я именно на этом и работала. Когда я приходила и ныла, дяденька, дай мне вот это стратегическое сырье, которое для космической промышленности, а мне надо 3,5 килограмма для безобразия, для модной коллекции. Но я тут же говорила, дяденька, и результаты своего ресурча я принесу тебе на пользу. И это была дорога со встречным движением. То, что вы любите говорить вин-вин. Вот тогда можно построить взаимоотношения. Логично, как везде. Да. Если же ты приходишь и говоришь, мне для коллекции 3,5 метра, результат. Людмила, вот смотрите, если еще 10 лет назад как бы начать создавать свой бренд было, наверное, сложнее, чем сегодня, и не было такого количества мелкосерийных производств, например, да, такого количества тканей на рынке, куча сложностей, то сейчас начать уже гораздо проще. Знаний накопилось достаточно много уже. Доступность этих знаний, доступность и технологий, да, и производства, и людей, специалистов. То, как на ваш взгляд, что сейчас самое главное в создании бренда, если мы будем говорить там, ну, деньги это, или знания, или упорство. Что на ваш взгляд самое главное? Конечно, важно все вместе. И знания, и упорство, и стартовые возможности. Но сегодня в индустрии моды главное войти в нее с неким ярким, мощным высказыванием. Высказыванием в дизайне или высказыванием общественного характера. Но это должна быть история яркая. Как знаменитая идея украшения для девушек, которые не носят украшений. Яркое высказывание, которое изначально привлекло к бренду огромное количество умных, ироничных, современных, ярких горожанок. Но дальше это высказывание необходимо облечь в дизайн, в материалы, в производство, в экономику, в продвижение и в продаже. То есть в игру вступают знания, и в игру вступает умение общаться. То, что мы сегодня радостно обобщаем под термином коммуникации. Только вы знаете, как правило, когда мы говорим комьюнити, мы говорим комьюнити наших фолловеров, покупателей и так далее. Но на самом деле одна из первостепенных задач создать комьюнити партнеров, поставщиков, дружественных производств, ритейла, тех, кто о тебе будет писать, рассказывать о тебе, кто будет снимать твои коллекции. То есть построить вокруг себя общество, экосистему, профессионалов, которые заинтересованы в твоем успехе, потому что ты им в этом случае даешь партнерскую работу. Если дизайн и высказывание это приоритетное сейчас будет направление, то можно ли запускать бренд, который очень похож на то, что уже есть. Мы сделаем похожее на немножко на этот бренд, немножко на этот, немножко на тот. Ну и как бы в среднем по больнице, скажем так, нас тоже будут покупать, потому что ассортимент повседневный, скажем так. Вот это рабочая история. Конечно, абсолютно рабочая история. Мы всегда будем покупать джинсы, футболки, кроссовки, всегда будем покупать офисный костюм, всегда будем покупать костюм базовый, и платье базовое, пуховичок и так далее. По списку есть джентльменский набор историй, которые работают, выстреливают и тянут продажи в любом бренде. Здесь история в другом. Как ты выделишься на рынке? Ты будешь демпинговать отчаянно, как шейн, то есть производить много, плохо, но супер дешево и быстро поставлять, воруя у других, скажем честно, историю. И тебя полюбят именно за это. Если тебе это интересно, если тебя это заводит, возможность произвести, как у всех, но при этом впарить свою коллекцию в первую очередь, тогда это твоя дорога. Коммерческая. Да. Здесь, понимаете, здесь все упирается в то, чтобы кайф шел от тебя. Это снова история, на самом деле, про высказывания. Потому что мы обычно говорим, дизайнер высказался и создал яркую коллекцию. Но создание базовой коммерческой коллекции это тоже высказывание. И не менее сложный процесс, чем создание яркого высказывания. И эффективный процесс. Да. И требует, на самом деле, еще более сильных знаний, возможностей и терпения. Потому что это нужно делать постоянно, из сезона в сезон. Это особый дар. На самом деле, действительно, это отдельный талант, который мало кому доступен. иначе бы такие бренды рождались и побеждали бы каждый день. А их считанные единицы. Ну и, конечно же, мало получать от этого кайф и с бешеной энергией развивать такую историю. Но необходимо еще чем-то выделиться. УТП. Да. Это ненавистная аббревиатура, уникальное торговое предложение. Это может быть что угодно. Это может быть, например, история, как у Пангайи. Базовый трикотажный костюм, худи и штаны, но постоянно капсулы из уникальных, экологически ответственно произведенных, документально подтвержденных материалов. И это сильная позиция. Или у тебя может быть такое высказывание, ты создаешь базовые коллекции, в которых нет эксперимента, а ты первоклассно анализируешь рынок, статистические отчеты продаж, например, или Тегволк, их рекомендации, а Тегволк это аналитическая платформа, которая дает рекомендации на основе бигдата по продажам, и, соответственно, выдать безошибочную коллекцию бестселлеров. Это тоже отстройка. На самом деле идеально, но по этому пути идут многие интересные бренды, отечественные, хедлайнеры индустрии моды. Я бы с удовольствием назвала их имена, но не уверена, что им понравится, что я так легко... Раскрыла их секрет. Да, совершенно верно. Но на самом деле это тоже правильная и грамотная история. И здесь тоже есть ответственность, социальная ответственность. Ведь такие бренды нанимают огромное количество людей, обзаводятся огромным количеством партнеров, и они им гарантируют своей бизнес-формулой, они им гарантируют, что они будут озаботиться о них и обеспечивать оплачиваемой работой. Вы знаете, на самом деле сегодня уникальная ситуация. Ты можешь прийти в моду, условно говоря, топнуть ножкой и сказать, где я, там и мода. Ты можешь прийти с любой самой дипп идеей. Да, шансы идей равны. Просто дальше начинается каторжный труд и 5% бешеной удачи. Но уникальность именно в том, что ты можешь прийти с тем, что ты считаешь интересным именно для тебя. Вы знаете, мне кажется, что с рынка уходят те бренды, те проекты, в которых нет индивидуальности основателя. Да, не важно, что они пошивают, так сказать, кроссовки, худи или платье для мечетки. Сейчас, в целом, да, вот эта вот личность, личность основателя, личный бренд очень сильно выходит на первый план. Это, кстати, тоже один из трендов, на который мы не проговорили, но он есть и уже устаканился, и уже стал мастхевом, что мы как бы хотим от людей получать и продукты, информацию, и моду. Вы знаете, да, эта история долгосрочная, она говорит о том, что человеку стал интересен человек. И когда я интересуюсь вами как человеком, и мне с вами интересно, может, вы меня раздражаете, может, вы меня восхищаете, может быть, еще что-то, да, но я прихожу к вам покупать вашу коллекцию вещи, произведенные под вашим именем, потому что это мой вам комплимент. я покупаю у вас не вещь, я оплачиваю нашу с вами принадлежность к обществу, в котором мы друг к другу друзья. Вот с этой точки зрения очень важно. Это как раз то, о чем обычно говорят, думают, когда произносят термин комьюнити, опять же, да, но это емкий термин, который вот объясняет в том числе и просто это надо как-то через себя пропустить, осознать и работать с этим. И к этому надо быть расположенным. Если говорить об ошибках, всегда есть страх ошибиться, да, и мы хотим, естественно, сделать все так, чтобы все случилось идеально. Вот можно ли, начиная модный бизнес, начиная, продолжая модный бизнес, избежать ошибок, вообще, удается ли кому-то их избежать, и как подстелить соломки? Страх это естественно, не страшно только тому, кто сидит на диване и ничего не делает, и ошибок не делает, именно этот не делает, да, ничего не делаешь, и ошибок не сделаешь. Да, к счастью, в прошлое уходит вот эта культура страха перед ошибкой. В школе, в институте, в офисе нас бьют по рукам за ошибки, и мы, уходя в моду, несем с собой этот парализующий страх, вот сейчас я ошибусь, и все покажут на меня пальцем, именно, на самом деле ошибками можно и нужно гордиться, просто надо помнить, что ошибки есть двоякого рода, ошибка духа, страх духа, да, когда ты пускаешься в это великое приключение создания модного бизнеса, и тебе страшно, получится, не получится, то, что ты придумал, или выродиться во что-то другое, люди, которые тебя окружают, подведут, не подведут, станут твоими надежными партнерами, найдешь ли ты общий язык с покупателем, и станете ли вы друг другу надежными друзьями и партнерами, и так далее, это страх, и это ошибки, которые естественны, их можно и нужно преодолеть, более того, потом, оглядываясь, понимать, что именно эти ошибки и формируют твою уникальность, и существует группа ошибок другого порядка, те ошибки, в которых действительно приходится винить себя, это ошибки, совершенные от незнания, недостаточный опыт, недостаточные знания в экономике, в бизнес-принципах, в дизайне, в материаловедении, в производственных процессах, то есть, так сказать, школьные для индустрии моды предметы, и чтобы их не совершать или привести к минимуму и избегать в дальнейшем, не позволять им стать роковыми, необходимо все время учиться, учиться и учиться, это бессмертная формула, как никогда, актуальна и сегодня, потому что сколько бы ты не проработал в индустрии моды, как бы успешно ты не проработал, каждый день он как первый и приносит новое, мир меняется с космической скоростью, индустрия моды меняется с космической скоростью, и поэтому, чтобы идти вперед, нужно растить свои знания и поднимать уровень своих партнеров, и есть третья группа ошибок, так, еще и третья, они неизбежны, но это ошибки школа, это драгоценные ошибки, которые ты совершаешь, делая все впервые, жизненный опыт называется тяжелый, совершенно верно, заказал нитья ткани, разместился не на той фабрике, ритейлер твои товары засунул на 182-ю строчку в своих позициях, неправильно ответил в сообщениях в чате покупателю и так далее, но эти ошибки неизбежны, в первый раз их обязательно надо пропустить через себя, и чтобы эти ошибки минимизировать, надо начинать не с позиции разудись плечо, я сейчас коллекцию забацаю и пойду на Вау-Берес продаваться, да, а необходимо сделать первый шаг тестовый, я обычно говорю с ошибкой ценой поездки в Италию, ну, хорошо, сейчас я скажу ошибка ценой поездки в Сочи, нет, это дорого, это очень дорогая ошибка, небольшое путешествие на просторах нашей Родины, шутки с шутками, но первый шаг это всегда тест твоей самой гениальной идеи, и поэтому необходимо сказать себе, например, я могу на эксперимент, заранее понимая, что это цена ошибки, выложить, ну, условно, 100 рублей, и вот жестко удерживая себя в этой рамках 100 рублей, подсчитывать, какие модели выпустить, сколько моделей и сколько единиц на модель, сколько ткани купить, на каком производстве расположиться, какого фотографа попросить отснять готовую коллекцию и прочие подробности, как правило, если жестко себя дисциплинировать, можно уложиться в эти деньги, заранее себе сказав, я эти деньги не потерял, я эти деньги инвестировал в свои бизнес и рабочие знания, и эти деньги вернутся сторицей, потому что когда ты сделаешь первые неизбежные ошибки, сделаешь первые шаги, продашь первые вещи, а потом сядешь и проанализируешь все, то ко второму шагу ты приступишь уже, разрешив себе потратить чуть больше денег и уже уверенно покупая именно ту ткань, которую правильно купить, размещаясь именно на той фабрике, которая показала себя надежным исполнителем пошива и продаваясь у того ритейлера, к которому ты уже готов идти, потому что у тебя уже есть сертификация качества, у тебя есть зарегистрированный бренд, у тебя есть оформленные юридическое лицо, ты стал предпринимателем в индустрии моды, добро пожаловать, и тут на арену вступает страх начать что-то делать, опять же, если мы себе разрешаем совершить ошибку, хорошо, но страх, который парализует с самого начала сделать вот эти первые шаги и продолжать идти дальше, терпя, может быть, какое-то разочарование, иногда сталкиваясь со сложностями, что посоветуете, как бороться со своими страхами? Зажмурить глаза и нырнуть с головой. Зажмурить глаза и сделать первый шаг. Да. Нерешительность нас убивает. Мы так и просидим всю жизнь нерешительности. Моя жизненная формула, которая никогда меня не подводила. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Жалеть приходится в 90 случаев. Из 91 случая в 90 ты жалеешь. Но тот 91 случай, когда ты прорвался и ты выходишь на набережную Москва-реки к этому великолепному зданию, которое кому-то тоже было страшно начинать. И ты говоришь себе Айда Пушкин. Да? И тебя распирает. Хочешься кинуться на шею каждому и сказать ты посмотри, посмотри, это я придумала. И этот кайф от того, когда ты идешь по улице и вдруг тебе навстречу идет незнакомая девушка в твоем платье. Вы знаете, вы поверьте, мне случалось кидаться на шею незнакомым девушкам с воплями. Где вы это купили? Это же я создала. Это распирающее тебя счастье, которое стоит этих страхов, этих ошибок, этих опасений, этих критичных взглядов со стороны. Этого день и ночь, ночь и день только об этом просыпаться и засыпать, где добыть деньги, где купить ткань, где разместить надежную коллекцию, как продать. Вот это все искупается именно вот этим фейерверком счастья. Держать в голове морковку успеха. Даже не морковку, в данном случае это именно фейерверк. Фейерверк успеха. Оскар. А почему нет? Оскар кинематограф связан с модой. Пусть он будет... Есть же Оскар за костюмы. Да. Так сделай все, чтобы выдать самому себе Оскар за моду. Сейчас я задам ряд коротких провокационных вопросов. Любимый российский дизайнер? С точки зрения модного комфорта Кирилл Гасилин и Виктория Андреянова. С точки зрения дизайнерской, чтобы прямо вот сердце ёкнула Нина Донис и Татьяна Парфёнова. Прекрасно. Любимый нероссийский дизайнер. Том Браун. А вы знаете, кто это? Безумные костюмы на мальчиках и на девочках. Когда не разберешь мальчика, это или девочка с юбками. У него четыре полоски обычно на гольфах, на рукавах. За кем следить, если не за дизайнерами, а за какими-то заметными деятелями в индустрии моды или не в индустрии моды, но те, кто оказывают на нее значительное влияние. В индустрии моды, безусловно, Иван Хохлов, Наталья Брянцева, Регина Турбина. А в мире? В мире бизнесовый фэшн, WGSN. А люди? Персонажи. В мире? Да. Понимаете, те персонажи, за кем я внимательно слежу, их имена ничего не скажут. Так и прекрасно мы напишем. За кем следить в моде понятно, но есть люди, которые влияют на моду, будучи как бы вне ее, за рамками, но это оказывает колоссальное влияние. Брэнсон. Потому что дав возможность Андер Арму создать эффектную униформу для первого экипажа он обозначил возможность стратегическую нового направления мода космического туризма. Да, еще бренд, за которым я слежу, A Cold Wall. Это супер бренд. Вы знаете, я бы сказала так, да, есть персонажи, за которыми я слежу, мне безумно интересно. Если у нас в стране, например, это Ольга Ускова, когнитив пилот, человек, который роботизирует наше сельское хозяйство и создает пилотные технологии для РЖД и трамваев. Первые беспилотные трамваи, которые в ближайшем будущем поедут по Новгороду, насколько я знаю, Москвы и Петербургу, это как раз они. Дальше Татьяна Черниговская мне очень интересно. Спорная фигура, но безумно интересно. Конечно же, такие писатели, как Пелевин и Сорокин. Что-то я читаю с удовольствием что-то, пробегаю по диагонали и думаю, боже ты мой, зачем я это прочла? Но тем не менее, да, то есть это персонажи, которые влияют на общество. Влияют на общество, либо как Пелевин очень точно считывают тренд, который ты начинаешь видеть очень отчетливо, что происходит. Если вдруг ты не успела его считать до, то Пелевин тебе точно расскажет, что происходит. Да, а если говорить о мировых персонажах, за которыми я слежу, здесь скорее мне мешает, конечно же, это поколенческо, мне мешает порог языковой. Я слежу за цифровыми платформами, за такими, как Fortnite или SuperR. и слежу, конечно, в прямом эфире слежу за событиями от Афганистана до запуска первого туристического звездолета, но я в основном читаю и слежу телеграм-каналы и платформы научные и общественные. Я вообще ежедневно прерабатываю дикое количество информации, и это такие истории, как китайская грамота, например, которая полностью политический, аналитический канал, посвященный специфике Китая, экономике и прочих. Breaking Trends, который собирает экономические новости со всего мира и так далее. То есть то, что я читаю или там постнаука, Арзамас и так далее. То есть, понимаете, я читаю научно-популярные, научно-экономические, политические, высокотехнологические и прочие ресурсы. Иногда я в них понимаю одну четверть прочитанного, русскоязычные и англоязычные, но это позволяет мне быть в том хаосе происходящего в человеческой цивилизации и в настоящее время и в трендах, и в коротких, и в макротрендах, что позволяет делать выводы о том, как они отразятся на индустрии моды, потому что индустрия моды это, конечно, зеркало цивилизации. Да, конечно. Я поэтому спрашиваю, что мы должны смотреть как бы не внутри индустрии, а мы должны смотреть вне, чтобы понимать, что мы получим завтра внутри. индустрии. Да, но вы знаете, я понимаю, что большинство, конечно же, не читают. Большинство читают великолепные каналы, которые остаются все-таки в рамках... Да, да. Мадонна Мур, антиглянец, блюпринт и так далее. И это первоклассные каналы, крайне полезные и крайне важные. Какие качества нужно в себе развивать для того, чтобы успешно реализоваться в мире ближайшего будущего? Любопытство и здравый смысл. Развивать любопытство, да? Да. Развивать здравый смысл. Как развивать здравый смысл? Вы знаете, к сожалению, наша реальность устроена так, что и наш здравый смысл, и наше любопытство бьют по рукам и обрезают, кастрируют в течение детский сад, школа, вуз, работа. Сейчас все меньше, слава богу. Хотя? Хотя, тем не менее, оно присутствует. Это наследственное несколько поколений, и поэтому, даже если тебя не били по рукам семьи в школе, били окружающих. И, соответственно, ты мимикрируешь и стараешься быть осторожным. Но на самом деле любопытство это вот как раз любопытство ко всему происходящему в мире, а не только то, что происходит в твоем личном, тепленьком, уютном болотце. А здравый смысл это понимание того, что и твоя жизнь, и твоя работа, и твой модный бизнес, и твоя коллекция это результат труда, удачи и знаний. Знаний в дизайне, знаний в бизнесе, знаний в производствах, знаний в продажах. Это тоже часть здравого смысла. На самом деле мы живем и работаем не включая ни любопытства, ни здравый смысл. На автомате? Автоматы совершенно. Есть определенные наборы регламентов, наборы отработанных действий и мыслительных, и физических, которым мы следуем. Мы их усваиваем и вперед. Мы колотимся как раз в коридоре выученных действий. Включить здравый смысл это включить в первую очередь самостоятельное мышление. Самостоятельное определение, что для тебя важно, что второстепенно, ну и далее по списку джентльменов. То есть потреблять информацию, прогонять ее через фильтр собственного... Не только, через практику. Какие бы ты первоклассные информационные блоки не получал и как бы ты их прекрасно не осмысливал и не анализировал. Если ты не пропустишь это все через свое личное ручки, ножки, время и так далее, ничего толкового не выйдет. Друзья, у нас с вами впереди еще много интересных интервью. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ждите новых видео. Мы обязательно пригласим таких же интересных собеседников и вам будет о чем послушать.